16 ноября 1938 года Всесоюзный комитет по физической культуре и спорту издал приказ номер 633 о развитии борьбы вольного стиля – самбо. Так родился наш национальный вид спорта, которым занимаются миллионы людей почти в 100 странах мира. Самбо – самооборона или самозащита без оружия. Уникальный вид борьбы, который выбрал в себя все лучшее из множества национальных единоборств. Это японские дзюдо и сумо, народная борьба Армении, Казахстана, Узбекистана, Грузии, Татарстана, Башкирии и многих других стран и народов. Основоположниками самбо являются Василий Ощепков, Анатолий Харлампиев и Виктор Спиридонов. И вот русскому национальному единоборству 85. В Щелкове развиваются оба направления самбо. Боевое – в спортклубе «Пантера» на базе 21-й школы в деревне Серково. Спортивное – в клубе «Самбо 21-й век», который недавно переехал в бизнес-центр на Пролетарском проспекте. Воспитанников и тренеров поздравили члены Политсовета Щелковского местного отделения «Единой России» Николай Павлов и Николай Лавриени. По поручению секретаря местного отделения политической партии «Единая Россия» главы нашего городского округа Щелково Андрея Алексеевича Булгакова поздравляю Вас с 85-летним юбилеем Вашего вида спорта – самбо. Хочу пожелать Вам крепкого здоровья, серьезных спортивных успехов. Частный клуб «Самбо 21-й век», аккредитованный Федерацией самбо Московской области, работает в Щелкове с 2012 года и чуть дольше во Фрязине. В нем занимаются около 200 человек, в основном парни, но есть и девчонки. За 10 лет клуб подготовил трех кандидатов в мастера спорта. Его воспитанники регулярно входят в сборную Московской области. Есть призеры турниров Центрального федерального округа. Глеб Шатовкин – бронзовый призер первенства России и завоевал право в следующем году опять защищать честь города и клуба на соревнованиях самого высокого уровня. Я занимаюсь со второго класса, сейчас я уже в 11-м. Я стал заниматься этим видом спорта, чтобы стать сильнее. Это куча навыков, у меня постояет за себя уверенность. Конечно же, вокруг меня люди, коллективы, с которыми я общаюсь, но это новые знакомства. Это очень круто. Грамоту за продвижение на личном примере партийных проектов «За самбо и детский спорт» от «Единой России» получил и Артем Лежебоков. В его коллекции уже около 20 медалей с разных соревнований. Я занимаюсь с почти 7 лет, уже 4 года почти. Я выбрал самбо, потому что мой брат занимается самбо. Мне очень нравится самбо. Самооборона всегда нужна. Если к тебе могут подойти во дворе, что-то сказать, я могу ответить. Основал спортивный клуб «Самбо 21-й век» и руководит им Андрей Буланцов. Выпускник Государственного университета физической культуры, мастер спорта и кандидат педагогических навыков. Прежде всего, он просит не считать, что самбо – это только лишь красивые броски и приемы. Навыки, полученные на тренировках, пригодятся в самых разных аспектах жизни. Это философия, это воспитание. Это больше, чем спорт, на самом деле. Это образ жизни при правильном его преподнесении, потому что, на мой взгляд, это один из лучших видов активности, который развивает все физические качества абсолютно. Необходим, безусловно, интеллект. Недавно самбо включили в олимпийскую семью. Все поклонники этого красивого вида спорта ждут и надеются, что появится самбо и на играх. А первые олимпийские чемпионы, конечно, будут из России. Спорт нашего президента первый, потому что, вы знаете, дзюдо и самбо, они идут рукообраку. Это здорово, что у нас этот вид спорта есть. Ирина Микеда, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.